Это место называется Кокилава. Мы пришли сюда напрямую из Явода. Однажды Кришна пришел в Явод встретиться с вашей матерью Харани. Когда он подстучал в дверь, там были джетилы к утилам. Да, мы в Яводе рядом находятся дерево. И так он стал, спрятался за это дерево. И всю ночь он старался встретиться с Радхарани, но у него не получалось. Так он очень сильно разозлился от этого, что он долго ждал. Всю ночь я ждал тебя, говорит Кришна, и так и не обрел успеха. И он подумал, хорошо, я устрою так, что сама джетилы к утилу устрою так, чтобы мы с тобой встретились, подумывал Кришна. И так Кришна стал издавать сладкоголосые звуки кукушки. Таким сладким образом, что джетилы к утилу подумали, ооо, никогда в жизни я не слышал таких сладких голосов. Откуда же они раздаются? Так сладко он пел, что никто никогда не слышал такого сладостного, заливистого голоса. Итак, джетилы продолжала, в своей жизни я слышала много заливов кукушек, но такой заливистой кукушки я никогда в жизни не слышал. Наверное, она должна быть очень красивая. Лолита Вишакха тоже сказали, ооо, мы тоже не слышали никогда такого сладостного голоса. Я тогда, Радика, поняла, что это сам Шикришна. И так Радика пошла сюда со своими подружками на этот сладкий голос, который сдавался отсюда. Что же может привлечь Шимати Радхарани? Только сладостный облик Кришны и его сладостные игры, которые он являет, и Флейтона, который играет. Эти три качества Кришны сильно привлекают Шимати Радхарани. И так, поэтому это место называется Коси. Это место Коси означает, кто там, Коси, кто там. Это когда Кришна стучался в двери в Ява Дикшимати Радхарани. И Радика спрашивала, Коси, кто там. И Кришна говорил, я, Матхусудан. О, Матхусудан, отправляйся-ка, ты собирай нектар с цветков. Мои простые девушки-пастушки, у нас ничего нет дать тебе. О Манжайре вокруг говорили, о, Радика, не открывай, не открывай дверь. Это Матхусудан, этот Шмель, он будет виться возле твоего лица и может ужалить тебя. Ни в коем случае не открывай дверь. И так, Кришна стучался дальше, и Радика спрашивала, Коси, кто там. И он говорил, это я, Ганаш-Ям, о, Ганаш-Ям. Не нужно здесь проливать свой дождь, это Ганаш-Ям означает грозовые облака. На самом деле, Кришна имел в виду, что он друг грозовых туч. Поэтому его зовут Ганаш-Ям. Потом Кришна постучал, и Радика спрашивал, Коси, кто там? Кришна ответил, это я, Хари, о, Хари, Хари, лев. Нет, 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 о, Рады, Рады, не открывай дверь, продолжай, Лисаки. Этот лев проглотит тебя? Нет, 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 ни в коем случае, не открывай дверь. Это место здесь называется Джанна-Ратна-Кунджа. Отсюда, здесь, в этом месте появились драгоценные украшения в этом мире. Это трансцендентное место, где проходят вечные сокровенные игры Божественные Четырады и Кришны. Это место называется Какелаван. И мы молимся по лесу этих мест, чтобы все эти игры проявились в нашем сердце. Сейчас мы отправляемся в место Чара на Пахаре, там, где отпечатки лотосных стоп. Мы не посещали это место два года, не могли туда приехать наши автобусы. Поэтому мы будем пытаться туда добраться и получить Даршан с этих мест. Мы будем стараться сейчас пройти в Чара на Пахаре. Итак, лотосные стопащи Кришны очень длинные и большие. Мы сейчас постараемся попасть туда, потом будет обед спустя час. Харе Кришна.